Здравствуйте! В данном видео я покажу, как создать видеоурок с помощью Microsoft Teams и немного его отредактировать. Для этого нам понадобится создать команду, в вкладке «Команда», присоединиться или создать команду. Тип команды класс. Назовем, к примеру, видеоурок. Этот шаг пропускаем. Команду мы создали. Обычно для записи видеоуроков предоставляют еще дополнительный материал, в виде презентации, лекции, графиков и так далее. Соответственно, у нас должен быть подготовлен заранее материал. В данном случае у меня презентация, которая должна быть открыта с полом на весь экран. Для этого я открываю на весь экран. С помощью клавиши «Alt-Tab» переходим обратно в Microsoft Teams и начинаем собрание. Для демонстрации презентации нужно с ней поделиться. Для этого клавиши «Поделиться». Выбираем открытую весь экран нашу презентацию. И переходим обратно в звонок для записи. С помощью дополнительных действий функция «Начать запись». И возвращаемся уже к нашей презентации, где мы уже рассказываем по своей тематике с показанием презентации. Когда видеоурок подойдет к концу, мы возвращаемся опять к звонку с помощью дополнительных действий и останавливаем запись. И также завершаем звонок. Теперь данный видеоурок у нас будет сохраняться в Microsoft Teams. Время сохранения зависит от количества времени видеоурока. Ожидаем. Наш видеоурок сохранился. И теперь нам надо будет его немного отредактировать и скачать для дальнейшей публикации. Для этого нам нужно в других параметрах открыть его в Microsoft Teams Stream. Вводите свой логин и пароль точно такой же, как и на Microsoft Teams. Вкладки «Мои содержимое» попадаем в видео. Здесь как раз наш видеоролик. И мы его немного обрежем. Для этого нужно в дополнительных действиях выбрать обрезка видео. И как мы видим на нижней шкале, что начало презентации у нас не соответствует начало ролика. Для этого мы ползунок подвинем к началу презентации и обрежем. И применим наши действия. И теперь надо будет нам заново подождать, пока наши действия вступят в силу. Ожидаем. Итак, наш видеоурок отредактирован и сохранился. Мы можем также посмотреть данный видеоурок с помощью данного плеера. Если что-то нас не устроит, мы можем повторно повторить тот алгоритм, который мы делали. Для скачивания нам необходимо попасть опять в «Мое содержимое» и «Видео». И в дополнительных действиях загрузить видео. И данное видео будет у вас уже сохранено на вашем компьютере. И вы можете его отправлять куда-нибудь в дальнейшем на публикацию. Спасибо большое за внимание. Надеюсь, данное видео будет вам полезно. До свидания. Продолжение следует...